В Хабаровске лежачий больной целый год числится в очереди в дом инвалида. Раньше за ним ухаживала мать, но она умерла и мужчину отвезли в обычную больницу. Поселить пациента навсегда медики там не могут, отправить домой одного тоже. Вся надежда на друзей они пока что не бросают в беде. Алексей Избарский искал выход из ситуации. Почти полностью парализованный инвалид первой группы Сергей Новгородов в больнице лежать вообще-то не должен. И находится он здесь по социальным показаниям. Оставаться в своей квартире одному для него смертельно опасно. Помимо паралича Сергей страдает эпилепсией. Он не может сам себя обслуживать. Это основная причина. И принять какие-либо препараты, которые при жизнеугожающем состоянии могли быть, он не сможет. То есть должен быть рядом человек, который бы ему в этом помогал. Раньше за Сергеем ухаживала мама, но в июне она умерла. С этого времени Сергей и лежит в стационаре. Сюда к нему регулярно приходят два друга. В прошлом году на Сергея напали грабители, ударили по голове, и он два месяца провел в коме. После чего и перестал ходить. Сейчас единственное желание Сергея вырваться из больницы. И в соцзащите предложили вариант. Интернат в селе за 260 километров от Хабаровска. И ты? Я отказался. А почему? Это далеко. Есть друзья. А там далеко. Друзья туда не приедут. Друг Сергея и его тезка Сергей Семченко взвалил на себя весь груз общения с социальными структурами, чтобы устроить товарища в специализированное учреждение для инвалидов в Хабаровске, в котором сейчас нет мест. При беседе с сотрудником Министерства социальной защиты я специально заострил внимание на таком вопросе, что можно ли использовать этот дом-интернат Иннокентьев как временный вариант с последующим переводом. Не был дан ответ, что нет. Если он подписывает согласие, то в этом интернате он уже остается, уже можно сказать, ну, навсегда. Организовать постоянный уход за Сергеем на дому соцзащита не может. Парализованный эпилептик – слишком сложный случай. Он не вписывается в схему обычного обслуживания, когда соцработник приходит к подопечному два раза в неделю, приносит продукты и помогает с домашними делами. Конечно, круглосуточно сотрудник наш не может находиться. У нас на обслуживании 20 человек у соцработника, поэтому у него есть еще другие подопечные. Есть еще такая услуга, как услуга сиделки. Она, конечно, платная, но у нас на сегодня существует очередность и на данную услугу. Пока Сергей лежит в больнице, он ждет место в отделении милосердия интерната для престарелых и инвалидов. Постояльцы там находятся под постоянным наблюдением. Сергей в очереди 17-й. Поместить Сергея вне очереди в Хабаровский дом престарелых и инвалидов невозможно, утверждают в Краевом министерстве социальной защиты. Этой привилегией пользуются только ветераны и инвалиды войны. Пойти на такой шаг означает учимить права 16 таких же беспомощных инвалидов, как и сам Сергей, которые также ожидают своей очереди. Во время подготовки сюжета выяснилась, впрочем, и деталь, внушающая сдержанный оптимизм. В Хабаровском доме престарелых и инвалидов скоро должен закончиться ремонт, который позволит расширить отделение милосердия. Возможно, в начале следующего года Сергей туда переедет. Алексей Барский, Борис Андреянов, Алексей Сахно, 5 канал, Хабаровск.